сегодня будем рисовать да можете раскрашивать фломастер можете раскрашивать красочками что у вас есть под рукой все подойдет сейчас я попробую вам включить демонстрацию экрана здравствуйте здравствуйте привет привет берем карандашики замечательно молодец для того чтобы нарисовать леди бака супер кота желательно конечно хорошо изучать анатомию а также чтобы было проще я вам рекомендую сделать вот такие ровные линеечки значит за единицу измерения взять голову леди банк это будет у нас приблизительно 1 1 линеечка и соответственно таких линейчик нам нужно сделать 7 штук и когда вы пролинеете 7 линий вы будете уже видеть точно как вам развести правильно фигуры чтобы они в определенном были правильном распорядке и чтобы они были пропорциональны взяли линеечки есть у вас линеечки ну если кто-то себя считает уже очень профессиональным художником можете рисовать приблизительно но было бы правильно взять все таки линейку и очертить две фигуры они у нас очень оба худенькие поэтому мне непонятно как мы будем рисовать просто линейки я еще никогда не рисовала и не знаю как смотри если у тебя нету линеечки да ты можешь приблизительно себе наметить голову сейчас тебе покажу вот голову а что мы рисуем мы рисуем леди баг и супер кота вот мы рисом нарисовали головы это у нас единица единица нашей высоты линеечек и здесь соответственно мы берем если у вас нету линеечки можете взять карандаш померять сколько у вас получается это голова и взять эту голову раз два три 4 5 6 раз еще вниз тогда вы будете видеть какой длины будет вся фигура значит мы берем 1 2 отмечаем точечкой здесь ниже потом еще третью точечку четвертую пятую шестую и здесь у нас заканчивается фигура ставим две линии здесь и здесь я вам сейчас покажу вас расписание видно я думаю что что-то не то да вам нужно переключить экран на другое окошечко непонятно презентации не видно не видно презентации у вас расписание видно вы столько расписание видно я просто сказали что видно поэтому не видно не видно . лада пожалуйста выключи звук так все попробуем все заново видно или нет да пожалуйста кто-то хотел прошлый раз рисовать соника поэтому мы договорились что у нас будет по себе варианта возможно кто-то хочет рисовать соника пусть рисует соника рисует леди баг и супер кота а дельте ручку тянет что-то спросить хотел на можно рисовать своего героя который я вчера посмотрел вот фильм да мы рисуемся для настроения хорошего если у тебя есть своя свое решение сегодняшняя программа пожалуйста нарисуй то что ты хочешь нам потом в конце покажешь хотя что значит для тех кто не взял линеечку но хочет понять как мы рисуем правильно фигуру сейчас я вам покажу солнышко можешь рисовать для тех у кого нету линеечки но хочет понять как правильно рисовать вот я вам объясняю еще раз значит мы взяли за единицу величины голову эту голову мы должны еще шесть раз повторить точно одинаковые высоты для этого мы отмечаем здесь одну линеечку вот такой высоты потом ставим еще маленькую линеечку считаем раз еще такую же 2 3 4 и 5 и смотрим что у нас получилось вот такой высоты у вас получается тело всего у нас линеечек должно быть раз два три 4 5 6 7 линеечек запомнили начиная от макушки и заканчивая ступнями когда вы проведете приблизительно небольшие линии простым карандашиком вам уже легче будет развести всю остальную фигуру правильные пропорции у меня вот такие линейки покажи молодец замечательно это простой карандашик да потом ты должна будешь его стереть когда ты нарисуешься фигуру ты сможешь его стереть и не будет видно а пока что тебе это нужно для того чтобы точно понять и соблюсти все правильные пропорции нашей фигуры кто у нас такой музыкант сегодня значит лицо у нас небольшой овальной формы подождите пожалуйста ну мы не быстро ты на успеешь нас догнать мы не спешим да мы никуда не спешим все успеют одну руку поскольку у нас не видно потому что она стоит в три четверти до у нас видно грудная клетка которая переходит на талию здесь мы делаем ей пояс и тогда от пояса нам будет понятно где пояс у суперкота он соответственно приблизительно на том же расстоянии продолжаем небольшую плавную линию вниз потому что она в принципе у нас очень худенькая и соответственно мы не делаем каких-то больших изгибов мы просто плавно продолжаем рисовать ноги 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 где-то вот заканчивается конце наших линеечек и немножко продлевается на ступню скажу да да конечно я же сказала что кто хочет рисовать из своих каких-то мультиков конечно может рисовать из своих мультиков у нас свободный урок мы пришли сюда просто для того чтобы у всех было хорошее настроение поэтому рисуем свое удовольствие на прошлом уроке были детки которые хотели рисовать леди баг для этого мы сегодня рисуем леди баг смотри внимательно на демонстрацию экрана я не могу рисовать потому что у меня компьютер стоит да молодец умница потому что у меня компьютер стоит иначе я не буду вас видеть понимаете если я не смогу тогда смотреть и говорить с вами леди баг небольшие две такие ножки тоненькие и рядом у нас будет супер кот на небольшом расстоянии отступим потом начнем рисовать супер кота а я начал супер кота рисовать хорошо рисую супер кота супер кот рисуется тоже несложно плюс руки чтобы не было сложности прорисовывания кистей он убрал за спину и также леди баг стоит за спину поэтому очень просто рисовать надеюсь все справятся что солнышко можешь раскрасить чем хочешь есть есть фломастеры раскрасывать фломастерами если есть у тебя карандашик и цветные раскрашивать цветными карандашиками прекрасно рисуй карандашиками и ревень суть надо супер кота ну можешь рисовать что-то другое если тебе сложно супер кота также поскольку мы видим уже приблизительную форму фигуры леди баг нам уже несложно соответственно соблюдать пропорции и в фигуре супер кота они стоят рядом ножки у них у обоих ровно стоят поэтому это несложно вот приблизительно показали как у меня получилось показывая молодец умничка молодцы видите вы все прекрасно поняли очень красиво рисуете молодец хорошо да правильно у супер кота у нас сапожки молодец ты уже нарисовал соника здорово очень красиво молодец можешь теперь раскрашивать наконец нормальное тело вышло ну правильно потому что ты соблюдала пропорции если ты рисуешь приблизительно себе отмечаю высоту головы до высоты головы у нас как минимум шесть-семь раз в каждом теле содержится у нас ладошка например она тоже вот как от верха до низа на вот такой длины ладошка на все лицо понимаете если вы будете что солнышко можно вы повторите что тело наше состоит если его размножить если взять единицу высоты головы от подбородка до макушки то приблизительно еще опуская вниз раз два три четыре пять еще шесть раз понятно вы готовы показатели то что я рисую вот я рисую просто рисую сначала леди баг я уже сказала возьми шесть семь линий раз два три четыре пять шесть семь семь линий до верхняя линия будет макушечка вторая линия будет подбородочек третья линия будет чуть ниже груди четвертая линия будет там где так сказать у вас начинаются ноги до молодец 3 3 можно сказать что где-то верхняя часть и нижняя часть приблизительно одинаковы вот так по нашему рисунку теперь что рисовать а что ты уже нарисовала ну хорошо теперь ты можешь вторую фигуру разместить рядом она будет уровень талии будет совпадать вместе с нашим котом только единственное что у него то будет выше чуть-чуть леди баг за счет чего на пол головы и и выше вот когда ты боковую нарисовала вот посредине талию определила у леди баг там же талия у кота ноги у них приблизительно одинаковые но зато верхняя часть торса у него выше и он на пол головы получается соответственно выше обратите внимание что плечи выше на половину высоты одной линии и соответственно голова выше на половину молодец а можно чтоб ноги супер кота были расставлены конечно да если тебе не сложно я просто рисовала максимально простую фигуру что было понятно как ее правильно нарисовать да конечно покажи умничка алисинка молодец один тоже показать хочешь молодец умница очень красиво ты что-то свое рисуешь да там дракон какой-то летит я так понимаю и зубик что я очень красиво молодец также не забываем какие у нас прически у леди баг черные волосы помните и два хвостика не думаю синие но черный синим да они черные как бы с отливом на синий на синие блики конечно можно если ты уже нарисовала до конца можешь разукрасить можно и не разукрашивать как вы себе себе представляете так и делайте ли у тебя вопросик мы не слышим ты включи микрофон я хотела сказать что я рисовала что у вас есть сайт на ютюбе и увидела как там нарисовали без зубика у меня нету сайта у меня есть уроки да это уроки ты зашла до уроках не сетки да да мы так рисовали без зубика молодец умничка на кто не успел что-то нарисовать или хочет еще посмотреть какие варианты мы рисовали могут посмотреть в ю тубе есть запись до школа свободных наук да можем посмотреть что вы рисовали еще есть много уроков которые если вы не успели всегда можно посмотреть можно раскрасить и черного кота сразу же черного кота фломастером если у вас есть черный фломастер можно разрисовать красочками как вы хотите у меня покажи можно чуть ближе ближе чуть-чуть а теперь вниз чуть-чуть отпусти потому что не видно вниз вниз чуть-чуть чуть-чуть вниз еще вниз чуть-чуть еще немножко она у тебя по-моему немножко не совсем правильной формы постарайся чтобы она была более овальная хорошо чуть-чуть ее сделай более овальную я же сделала мне так показалось по крайней мере на рисунке а вот такой по ниже головы покажи чуть 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 вправо потому что я вижу ее как будто она у тебя за экраном а вот так вот и ближе мне кажется немножко ровнее нужно хотя нет принципе нормально нормально молодец значит у черного кота черный конечно костюм соответственно много сильно выдумывать не надо взяли черный фломастер и можете или черную красочку и нарисовали ему черный костюмчик кто уже раскрашивается покажи молодец умница здорово ну уже всех успела молодец здорово очень красиво да и ты тоже молодец конечно можно на новый год костюм леди баг был у кого-то костюм на леди баг на новый год нет ни у кого у тебя или ты спросишь у меня был красивый костюм правда хорошо если время останется у тебя все успешно рисовать можно показать еще костюм но он у меня такой немножко страшный я его нет я еще буду здесь под глазом вот здесь нарисовать будто синячок сняк как будто и на халавина молодец ваня очень красивый соник да молодец здорово один в один молодец очень хорошо молодец умница молодец и но молодец очень здорово очень красиво смотри чем больше ты рисуешь тем каждый раз все лучше и лучше получает поэтому это же хорошо что ты замучилась и соответственно поляло как правильно теперь рисовать да теперь каждый раз тебе все легче и легче так же кто успевает может рисовать и соника и каких-то героев которые вам еще нравятся думаю что все успеют потому что принципе я вам объяснила как правильно рисовать но остальное безусловно зависит от вас от вашего терпения можно показать конечно показывай очень красиво лена молодец здорово огромное у вас так смотрите как у меня получилось молодец иван я видела очень красиво молодец здорово покажи тебя немножко она упала в сторонку в принципе хорошо молодец нужно было чуть здорово тоже такой вариант возможен что волос уже начну да давай можно теперь уже волосы на разукрашивать когда у нас зеленые глаза да если помните у суперкота зеленые глазки а у леди баг голубые вот еще один мой любимый герой белый соник здорово молодец красиво без контура немножко через экран видно хуже поэтому и такой абстрактный большой цветок умница здорово молодец хорошо умница о красиво молодец очень красиво видишь ты уже всех успел нарисовать молодец красиво ну хорошо потом можешь дома даже порисовать если у тебя будет время дяди баг простой костюмчик у нее красный в точечках как у божьих коровках да как божья коровка точно такой же костюм костюм красный а точечки а точечки черные если у кого-то или красный или черный то можно раскрасить любимыми цветами ну в принципе да можете взять еще какие-то яркие цвета ну я думаю что красные черные точно у всех найдутся это же не какие-то особенные цвета да трудно найти какой-нибудь красивый фиолетовый или голубые оттенки или желтый зеленый черный и красный я думаю у всех точно есть ну малый у кого-то нету конечно вдруг кто-то хочет сам пофантазировать да и добавить что-то от себя тоже вариант возможны конечно можете рисовать черной ручкой разукрасить да я вот разукрасила сегодня перманентным фломастером чего что это можно ручкой можно фломастером какой у вас фломастер повторите он в воде не растворяется но смысле удобно например с красками используешь вот перманентный фломастер на нем написано понятно потому что иногда если мы делаем контур на рисунке там где еще краски не высохли у нас может контур размазаться если мы делаем такие фломастера специальным то он будет держаться все равно иногда ты знаешь через фломастер может проглядываться карандаш лучше конечно вытереть резиночку тогда будет рисуночек точно аккуратно и красивый можете посмотреть час да давай ой как красиво очень красиво кто-то нарисовал да ты нарисовал да очень красиво да красивый рисунок а вы знаете кто такой кто такой леди баг и суперкот и кто они по-настоящему ну как будто я читала там как будто подразумевается что леди баг положительная черный код отрицательный изначально так как бы задумался да нет я про другое про что маринетт а да она маринетт да это точно они обычно да точно можно показать что получилось конечно да молодец очень красиво только немножко более нужно один немножко красный там более раскрасиво чтобы он был однородный такой рисунок чтобы не было таких полосочек посмотрите на мою да так красиво молодец молодец оксана здорово умница большая ты уже нарисовала и солнышко умничка у суперкота желтого цвета волосы маринетт да помните черное синим а может у меня темно-синий вот такой да тоже будет хорошо конечно можно суперкота не забудьте хвостик еще у леди баг можно нарисовать сумочку на талии да да кстати как я заметил в мультфильме у суперкота хвост это ремень от пор ремень ну наверно ну наверно что это такое интересное это лампунцы 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 красиво вот я порисовал молодцы сколько рисунков красивых сделали здорово очень у и Спасибо. Глаза у Леди Бага и Супер Кота, глаза похожи как у Дневной Фури и у Безубика. Наверное, я уже точно не помню. Разве у Безубика зелёные? Разве у Безубика зелёные глаза? Да. Не верьте, покажу. А, ну хорошо, я просто уже забыла. Помните, у неё так есть волшебные серии, да? А, точно, да, на игрушки зелёные. Красиво, классные игрушки. Значит, наши герои, они супергерои. Они у нас супергерои. В обычной жизни они просто ребята, которые учатся в школе, но потом они начинают спасать мир, становятся супергероями. Я тут зарисовала Сонику, ещё разукрасила. Молодец, очень красиво. Тут, в общем, вот тут вот так. Очень хорошо, Лея, молодец, красиво. Спасибо. Я закончил. Ну, Лея, если есть желание, можешь тесто там порисовать, если уже устал, можешь отдыхать. Ну, а ты тогда как рисунок хочешь? Ой, как красиво, молодец. А что это такое зелёненькое? Покажи ещё раз. Крокодил. А, крокодил, понятно. Очень красивый. А, Диль, ты ручку забыл опустить или ещё раз спросить что-то хочешь? Молодец, красиво, умница. Кто-то ещё будет показывать? Тут две Лады, да. Одна уже показывала, вторая ещё нет. А её зовут Влада или Лада? Не знаю, написано Лада, так же, как и у тебя. Я Лада, но меня все всё время делает Влада. А, у тебя по-английски. Чёрные. Чёрные. Да нет, нет. У неё же, походу, чёрные штаны. Нет, чёрные штаны у нас только у супер-кота. Не про Соника уже. Соник у нас... Сейчас я вам покажу, где-то у меня была цветная картинка. Сейчас. Соника у него синие волосы, синие штаны. Синие лапы, да? Они видно, какие. А, он просто жёлтый животик у него. Видно? Не видим. Вот так немного ещё немного пододвиньте. Вот так. В основном... Основная масса синего цвета и немножко белого и золотого. ещё... Ещё... Да. И ботинки у него с красными наконечниками, такие красные в конце. Я его по-другому раскрасила. Ну, чё страшного? Нижняя часть мордочки у него жёлтенькая, а вся остальная шерсть у него синенькая. Кто-то смотрит мультики с Соником? Да, но обещали какое-то мультики, какое-то кино Соник 2. Соник 2 уже вышел. А у нас нет, потому что я в Украине и он ещё не вышел. Сказали, в 2022-м выйдет. Так я видела. Как я ходила на... У вас уже вышел мультфильм «Красный пёс»? Сколько я ходил? Сколько я ходил? Я такого ещё не слышала. А, слышала... Ладно, в общем, я уже сделал. Я могу уже изучать Соник 2? У нас Влад в Украине. Я в Украине живу. Отлично. И ты тоже видел этот второй большого красного пса. У нас ещё тоже не вышел. А у нас в Аквадаре вышел. Вы можете в Ютубе поискать, да? В Ютубе всегда можно найти что-то, что ещё только начинает где-то выходить. А, я вспомнила, он у нас вышел давно ещё. Я что-то Соник давно не смотрела. Я люблю или российские мультфильмы в большей степени. Не говорите про эту сторону. А что такого? Потому что... А, ну да. Я думаю, что мы далеки все от политики, правильно? Мы должны дружить со всеми и всех любить. Потому что политика — это не очень красивое дело. Иногда она неправильная. Мы просто иногда что-то не понимаем. Мы здесь рисуем для того, чтобы у нас было хорошее настроение. А не обсуждаем какие-то важные политические моменты, правильно? Посмотрите, как у меня он здесь рисует. Очень красиво. Молодец, да. Уже всех нарисовала. И солнышко нарисовала. Молодец. И фон сделала. Умница. Да, и Лада молодец. Очень красиво. Молодец. Здорово. Спасибо. Очень проще. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. И вам счастлива. Спасибо. Вы молодцы. Тодарь, кто хочет еще нарисоваться? Простите. У вас еще 10 минут. Пока еще до конца. 10 минут еще. Хорошо. У меня еще дочка нарисовала свой шедевр. У горы? Да. Я нарисовала картинку, она нарисовала на фон, на разных бумагах. На разных листках бумаги, но ничего. Еще и птички какие-то. Хорошо. Молодец. Умница. И горы. Молодчина. Снежные горы. Это я нарисовала. Здорово. Молодец. Молодцы. У меня это получилось. Голлитка, а можно ли это повесить на стену? Да. Можешь повесить свой шедевр на стенку. Нет проблем. Только я еще не сделала море. Хорошо. Сделай море. мы сделали да покажи конечно очень красиво молодец да здорово умничка а я еще на 1 весело не конечно правильно надо ходить как можно больше развиваться лада ты рисуночек показать хочешь ты какой тигр красивый молодец здорово на цветном фоне такой это цветная бумага до цветной бумаги нарисовать другой больше рядом не ну так это красиво это очень здорово всегда можно совмещать техники брать различные фактуры и цвета бумаги очень здорово молодец все правильно так и надо на таких цветных бумагах очень красиво рисовать белым когда рисуешь еще белым получается тоже красиво молодец евгения очень красиво еще кота не успела нарисовать некрасиво молодец отречу что мы мы рисуем на другом что-то так комната какая-то можно рисовать всякие геометрические абстрактные фигуры да даже не нужно особенно разбираться в пропорциях просто уметь красиво рисовать какие-то небольшие предметы квадратики . узорчики есть тоже такие техники очень красивые да можно рисовать прям целые картины да показывая классный котик ты куда убежал меня это не кота же серьезно девочки рысь дома дома и собачки у кого то есть тоже да я мечтаю о собаке я тоже мечтаю собаки наш папа не хочет собачку о еще один котик очень красивый такой пушистый такой хороший да не хочет сниматься в кино до убежал ну в общем как-то я айфон еще не успеваю сделать возможно сделаю потом меня приблизительно как-то вот так получается спасибо кто-то еще будет показывать картинки свои кто-то смотрит в экран внимательно глазиками что хотите нарисовать на следующий раз каталия больно хорошо нарисуем каталия боль как что-то что-то а и как и как и вы и